Здравствуйте! Мы жители дома Лунная 2, дробь 6, Вишневая 20, Деловая 21 и 19. Обращаемся к Вячеславу Викторовичу, Володину и к Краснову с тем, что у нас началась стройка, ну, как нам сказать, с нарушениями. Они отобрали у нас детскую площадку, у нас там был бассейн, нам администрацию ее давала в 97-м году. Начали строить, да, в деревья все повалили, стали обращаться, обращались и к Басаргину, и к Бастрыкину, но стройку остановили на месяц, но опять начали строить. Нам прислали решение, что на этой территории нельзя вбивать сваи, только вдавливать. Но воссыны не там, как вбивали, так и вбивают. Ничего не получается, но они все равно продолжают. Расстояние от лунной 2, дробь 6, 30 метров, когда по стандартам там от 45 до 48 метров. Им все равно. Техника у них вообще никакая. Если бы у них была техника, чтобы вбивать, она вот есть старая, но сверлить и вдавливать у нее этой техники нет. Чем они работают, лопатой и палкой, вообще непонятно. Так что 10 августа в субботу они начали вбивать, люди дома были, пошли к ним, они на нас вызвали группу быстрого реагирования. Позвонили в прокуратуру, ну, они сказали, сейчас приедем. Мы два часа прождали, на все на это нам прислали только участкового, который, ну, он сказал, ну, что я могу сделать. Ну, во всяком случае, бить сваи перестали. С сегодняшнего дня продолжение следует. Звонили в администрацию, висит паспорт на заборе, который должны, кому-то мы должны обратиться. Ни один телефон не отвечает. Либо отвечает какая-нибудь, это, бухгалтерия, отделка, вот все кто угодно. Но до начальства ни до какого дозвониться невозможно. Янина Николаевна Усанова проработала в этом, жил поселке вместе с этими родителями, детьми, 40 лет. У нас здесь два мощных родниковых канала идут через гору, вбок нам хлещут. Один с этой стороны, другой с другой. Мы любим, конечно, свою гору, воздух свежий. Но, конечно, и они нас еще здесь взялись трястись. Мы говорили об этом в присутствии администратора нашего Ленинского района. И здесь был от строителей этого нашего города, представители. Но, вы смотрите, они продолжают. Это потому что надо нам вселять, потому что нам надо строить. Да что это такое? Пусть они, во-первых, мы знаем, нам известно, мы звонили геодезистам, чтобы даже учреждение построить, где всего надо будет два или даже две, три гидроскважины. Для этого составляется заранее проект гидро-геологии, он называется. Это главный юридический документ, без которого нельзя, потому что там исследуется почва, грунт и все. А они что делают? Там уже показалось, жильцам-то видно, вон с этажей, да и заходили на площадку собрания, вот было в понедельник. Там белая грунтовая глина, слой. А это говорит о том, строители говорят, что там могут находиться и, скорее всего, находятся линзы грунтовой воды. В погребах у нас вода. И там, когда ломали дома, вот по второму телеграфному, где они строят, там вода вообще из последнего времени не уходила из-под поля. Она там стояла. Да и сейчас вот оттуда сверху идёт вода. Здесь через две недели, что мы сейчас очень о чём печёмся, через две недели у нас дети пойдут вот этой дорожкой в школу. У нас другой дороги нет с этого края. Оттуда с лунной пять будут ходить, и не только пять, этот край весь ходит через нас, наши отсюда. Мы же не будем через первую дачу, но это края у нас граница, вишнёвая. Они втёрлись в серёдку, вот, и всё нам перегородили, и детям, и нам. Мы, конечно, будем вызывать, вот пойдут в школу, мы будем вызывать службы ДПС. Пусть придут, приедут и наведут порядок. У нас других вариантов быть не может. И построили ещё этот пивной магазин, пивнуху, как люди говорят. Тоже хотели там хоть что-то сделать для детей, как из школы идут, зайдут. Ничего, ничего у нас не получилось. И тут всё отобрали с этой стороны. Белоусова, Оливера Петровна, я живу в Деловай-21 доме. Как раз в первом подъезде, который сейчас испытывает самое мощное сотрясение от этой стройки. У нас в квартирах женщины, вот, даже во втором, третьем подъезде говорят, что посуда звенит, когда вбивает сваи. Нам очень страшно. Мы стоим под склоном. Дорога от этих большегрузов вся поползёт. Написали мне, что въезд, выезд будет осуществляться по улице Телеграфной. Они делают всё наоборот. То есть у меня вопрос. Чиновники несут ответственность за то, что они пишут, объясняют, говорят. Или у нас это превратилось в то, что хочу, то и делаю. Мы хотели бы, чтобы Вячеслав Викторович посетил эту стройку и посмотрел, как работают деньги, которые выделяют на переселенцев. И генпрокуратура тоже бы начала свою работу, провела бы проверку.